Вот кроватка, на которой спал Чарбаков Коля. Эту кроватку трехлетний Коля заправил сам, в пятницу, после обеденного сна. Воспитатели говорят, в тот день он был абсолютно здоров. Не было даже насморка. Коля пришел абсолютно здоровым, играл, занимался, утром лег спать. И домой ушли вместе с мамой в два часа дня. У них были планы на выходной день. В воскресенье мама мальчика позвонила в сад, предупредила, что малыш приболел и находится под наблюдением врача. Ребенок сгорел за несколько часов, потому что буквально еще в понедельник мама мне звонила и просто докладывала обстановку, что мы в больнице. Узнали о том, что Коля не стало, мы во вторник в четыре часа дня. В понедельник его госпитализировали в городскую клиническую больницу номер пять. Оттуда спешно перевели в центр детской хирургии. За жизнь трехлетнего пациента боролся весь коллектив учреждения. Он получал лечение, были дренированы оба плевральных пространства. Доктора назначили ему очень сильные антибиотики. Консультировали профессором Скачковой Маргариты Александровной. Но несмотря на всю борьбу с этим заболеванием, мальчик погиб. Коля стал четвертым человеком, которого на этой неделе не удалось отвоевать у пневмонии. Накануне в Сороческой инфекционной больнице от воспаления легких скончался шестилетний ребенок. Чуть раньше в Новосергиевском районе от него же погибла беременная женщина. Вчера тот же диагноз – внесмертный приговор четырехлетнему мальчику из села Новородниковка. По словам специалистов, коварство этой болезни в ее молниеносности. Поэтому сейчас не следует махать рукой даже на легкое недомогание. Пневмонию гораздо легче предотвратить, чем вылечить. Если у ребенка есть повышение температуры, чтобы они отказывались от госпитализации, были бы очень внимательны к тому, что происходит с их ребенком. Очень непростая ситуация. Дети на самом деле погибли. О том, что ситуация непростая, первыми заговорили детские педиатры. Пневмония начала свирепствовать еще в сентябре. Едва первые сезонные вирусы дали о себе знать. С сентября месяц уже это идет. Пневмоний очень много. Мы не можем сказать, с чем это связано, но дело в том, что пневмонии повысились. Чтобы остановить шествие гриппа, инфекционных заболеваний и пневмонии, некоторые классы и группы уже закрыли на карантин. На 7 февраля у нас 4 класса в школах на карантине и 2 группы закрыты на карантине в детских садах. Основная причина – это ОРВИ и грипп. И вот один случай у нас в детском саду. Один ребенок заболел пневмонией, поэтому группу поставили на карантин. Медики говорят, в ближайшее время краски только сгустятся. Пика заболеваемости ждут во второй половине февраля – начале марта. Так что времени на профилактику осталось совсем чуть-чуть. Екатерина Киселева, Вадим Ичаев, Дмитрий Журавлев. Наше время.